Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Только чуть-чуть выглянуло солнышко, только стала погода меняться в плюс, и наступили пасмурные дни, дождик. Вот насколько долго нас ожидает такая погода? Вернется ли лето? Ну, так сказать-то очень трудно. В течение ближайшей недели ожидается переменная облачность. Кстати, надо сказать, что не просто, знаете, вот дожди, но вместе с тем это не облажная облачность. Вот когда ты как под одеялом. Посмотрите, какие были красоты вчера. Замечательная совершенно радуга. Фантастическая была над Ригой. Вообще надо сказать, что такая погода переменная. Дождь потом будет, солнце проглядывает на всю следующую неделю. Сейчас имеет вообще над Европой, над большей частью Европы такой танец. Я насчитал пять очагов пониженного давления. Ну, это такие циклончики, циклоны. Они крутятся и, собственно говоря, создают такую погодную катавасию. Действительно, над югом Европы более стабильно, но это естественно. Да, но надо сказать, что стало прохладнее даже в той же многострадальной Испании. Вот, и это там людей не может не радовать. Ну, и, в принципе, над Европой тоже такая переменная погода. Вот ожидают, что она будет всю неделю. То есть сейчас у нас идет снижение давления. Где-то после вечера воскресенья понедельника начнется повышение давления. И, может быть, вот, может быть, где-то уже к следующим выходным у нас уже будет более солнечная такая, более стабильная погода. Но это мы узнаем тогда уж только через неделю. А когда так много этих очагов пониженного давления, много этих циклонов, это хорошо или плохо? Ну, то есть до сих пор мы говорили о том, что вот антициклон и циклон борются друг с другом. Это все понятно. Когда их много? Ну, они же так как маленькие такие, что называется, вихри сравнительно. И вот что получается? Ведь получается, что плохо для метеочувствительных людей. Это означает, что постоянно идут вот такие вот скачки, как еще называют барическая пила. То выше давление, то ниже давление. Подходит к центру циклона, давление снижается. Циклон уходит, давление повышается, потом следующий приходит. Но вроде бы величина, амплитуда колебаний не очень значительная. Но тем не менее, с учетом того, что есть некоторые геомагнитные возмущения на ближайший уикенд, то, в общем-то, есть рекомендации людям метеозависимым следить за своим здоровьем с большим вниманием, чем обычно. Но ничего такого катастрофического, типа ужас-ужас, в общем-то, в ближайшие, как минимум, несколько дней не ожидать. Ну и замечательно. Мы надеемся, что все-таки успеем порадоваться в этом году хорошему лету. Именно хорошему, не экстремально жаркому. Ну, то есть, вот не хочется, чтобы были какие-то перегибы на местах. Все было в меру, так, как мы привыкли. Весна какая, Олег. Посмотрите, какая, я хочу обратить внимание, какая в этом году правильная весна. За счет того, что она не такая, не было такого резкого перепада, снег, а потом, что называется, жара. Как помните, у нас были такие, когда цвело все одновременно. От одуванчиков и плодовых деревьев, там уже тюльпаны, розы, все что угодно, все цвело. А вот сейчас как раз за счет того, что потепление бы наступало медленно, получилась у нас такая ситуация, что вот уже в свое время одно отцвело, потом другое. Сейчас вот наступает пора сирени. То есть, во всяком случае, и в такой вот неторопливой весне тоже есть своя прелесть. Ну, а между тем, мы, конечно, не забываем о том, что где-то вот впереди маячит следующий отопительный сезон, и уже там звучат какие-то такие мрачные прогнозы, что каждый сам за себя, государству больше помогать никому не будет. Вот насколько отражаются вот эти тенденции времени на таком едином зеленом курсе? То есть, понятно, что ведь Латвия – это часть какого-то общего, общеевропейского Евросоюза, движения, и оно, наверное, как такая большая лодка, оно не сразу поворачивает, там вот стоп-кран нельзя рвануть, чтобы остановить. А вот курс, который начинался с таким пафосом, и действительно разворачивалось все в сторону зеленого отношения, бережного отношения к природе, то есть мы не будем стараться использовать вот те ресурсы природы, которые не возобновляются. Мы иначе их можем действительно израсходовать, и потомкам ничего не останется. А мало ли что это, какие ценности они найдут в той же самой нефти, которую там говорят, как топить ассигнациями и так далее. Вот насколько вот эти последние события, я имею в виду, конечно, и войну в центре Европы практически, и вот эти санкции, которые эта война за собой повлекла, они оказывают влияние на изменение, может быть, этого курса, или он остается прежним? Ну, судя по всему, этот вопрос задают, задают сейчас очень часто, потому что, как говорят, шестой пакет санкций предполагает эмбарго на ввоз российской нефти. И тут как бы сейчас идет разговор о том, что если не будем использовать газ из России, трубопроводный имеется в виду, не будет использоваться нефть, не будет использоваться уголь, то в случае необходимости, а как же будет Европа держать свой энергетический баланс? И особенно если, допустим, будет пасмурная погода или, например, безветрие, как было осенью прошлого года, то, в принципе, ответ со стороны Еврокомиссии в том, что все равно надо переходить на возобновляемые источники. Было интервью, я видел, поймали журналисты Урсулу фон Дролян, председателя Еврокомиссии, которая сказала, что никто не собирается отступать от зеленого курса, от этого Green Deal. И как раз вот это то, что сейчас политически необходимо прекратить закупки углеводородного топлива из России, это как раз вот тот самый толчок, который позволит далее еще более энергично идти по пути зеленого курса. То есть развивать возобновляемые источники энергии, энергоэкономию. И, в принципе, как говорится, госпожа руководитель Еврокомиссии была в этом смысле очень даже оптимистично настроена, как и, кстати, многие другие ее, так скажем, соратники, допустим, которые считают, что вот, как говорится, вот появилось как раз вот это основание для того, чтобы двигаться еще быстрее, еще энергичнее. Вопрос в другом, как и где это все будет развиваться. Ну, ведь буквально, по-моему, на днях прошла даже новость о том, что Германия собирается возвращаться к строить, по-моему, вот, ну, то ли новую электростанцию, которая будет использовать уголь для производства электроэнергии. То есть, ну, вот к тем самым, вроде бы, производствам, которые считались грязными, которые шли в разрез с зеленой политикой, но, тем не менее, вот, ну, просто разводят руками, и говорят, что нам нужна какая-то гарантика, это страховка на то, что, ну, что нам хватит тепла вот следующей зимой. Вот тут, конечно, появляется много вопросов, потому что, с одной стороны, политические решения, это понятно, с другой, они, политики обязаны идти тем курсом, который они заявляют, с другой стороны, до выборов, конечно, с другой стороны, опять же, посмотрим на интересы промышленности, промышленников, потому что им нужно действительно много и, по возможности, максимально дешевой электроэнергии. Промышленность дело такое, энергоемкое. Опять, каждая сторона решает вопрос ведь по-своему, ведь у нас же нету единого, так скажем, энергетической сети, вот что, на что нужно обратить внимание, и единых решений. Вот, например, да, в Германии тут уже начали говорить, давайте опять уголек начнем копать. Несколько дней тому назад из Румынии пришла новость о том, что румыны полным ходом ведут, уже подписали соглашение о работе с американской компанией New Scale о создании атомной электростанции, где будет работать шесть таких автономных ядерных реакторов по 77 мегаватт каждый. В принципе, мы о них говорили, эти такие, типа, как цистерны поставил, и вот такая, условно говоря, огромная здоровая атомная батарейка. Вот, с которой не нужно возиться постоянно, вот, и которую после истечения срока работы просто извлекают, ставят новую. Вот, а она под землей, а наверху просто стоят те же самые системы тепловой электростанции. То есть вот такая хорошая идея, она в США активно продвигается. Так вот, румыны, до этого поляки их собирались, но как-то у румын получилось быстрее. У них даже такой проект использовать уже существующие мощности тепловой электростанции, имеется в виду генераторные. Но будем смотреть. То есть румыны вот таким вот путем, и они хотят форсировать в течение нескольких лет этот процесс. Но и дальше возникает следующее. В некоторых странах проколы. Вот, например, посмотрите, Финлянгию, да? Очень ведь большие были надежды на пятый атомный реактор, который начали строить в 2003 году и должны были пустить в эксплуатацию в 2009. Тогда собиралось строить это концерн «Фараматом» начинал. Он выиграл у других претендентов. И вообще разговор стоял о том, что это будет замечательно. Все, но в 2009 году должны были уже дать промышленный ток. Год назад уже говорили, что все заканчивается, идут испытания, и к Новому году реактор даст промышленный ток. Но в январе говорили, что вот-вот сейчас вот он уже начинает там раскочегариваться, вот он уже даст промышленный ток. По последним данным, запуск реактора на производство промышленного тока очередной раз откладывается. Там что-то с системами то ли безопасности, то ли управления, что-то не то. Поэтому, значит, его еще надо, так скажем, доводить управление этим реактором до ума. То есть электрическую сеть он пока не дает, но есть очень большая надежда, что за лето специалисты с этим всем справятся, и к осени электричество атомное от станции «Алкилота-3» пойдет в финскую сеть. То есть все, как вы знаете, получается такое впечатление, каждый спасается сам по себе. И вот поэтому возникает и вопрос, как спасаться будем мы. Я пока не знаю. Ну вот у нас слушатель пишет, он, в принципе, поднимает тему, которую мы рассказывали, ну как мы, Константин Рангс рассказывал в прошлой передаче, тему про обогрев. Вот пишет нам слушатель. Себе в квартиру я поставил кондиционер с возможностью подавать теплый воздух. Он работает пока на улице до 20 градусов. Так как отопление у меня регулируется индивидуально, я могу выключить батареи и включать инвердер для отопления одной комнаты. Ну и таким образом выбирать, какой тип отопления для меня выгоднее. Своей маме и на дачу купил умный конвекционный обогреватель. Он управляется по Wi-Fi. Можно заранее с ночи включить, если ты не дома, и к утру будет тепло. Или задавать ему расписание на неделю. Кстати, вот в Швеции большинство домов такие отопители используют. Ну так опять же, видите, это очень хорошо. Можно только порадоваться за нашего слушателя. У него индивидуальная система управления отоплением. Ну это прелесть. Но дело все в том, что если посмотреть, да, в большинстве домов, многоквартирных домов, система в лучшем случае, это если стоят системы отопления, например, для дома. Вот это, кстати, то, что очень важно, большое значение имеет, что если в доме стоит система умного отопления, которая как раз регулирует подачу тепла в дом, это уже большая экономия. Но даже такое ведь не везде стоит. Вот в чем проблема. Поэтому, конечно же, мы об этом говорили, что нужно как-то уже сейчас думать, как будем утепляться. Но я в данном случае хотел взять, так скажем, более крупный вопрос о том, что а как мы вообще будем добывать энергию? Вот это вопрос. Да, вот сейчас идет разговор о том, что, допустим, те же самые финны, они к осени собираются пригнать плавучий терминал для приема жидкого природного газа. Вот это понятно. С другой стороны, вот надежда на атомную станцию. Естественно, предполагается, что если будет приходить больше сжиженного природного газа, еще будут терминалы, значит, у нас все-таки этот газ будет. Но этот газ объективно всегда дороже, чем трубопроводный. Это тоже надо понять. Почему? Потому что для того, чтобы сделать сжиженный природный газ, нужно потратить энергию для того, чтобы его сжижить. Примерно 20% от всей энергии у того объема, который мы собираемся сжижать. А это не просто то, что мы потратили. Естественно, цена, себестоимость возрастает. Но это как бы возрастает и углеродный след. С этого же самого газа. Как мы его сжижать будем? В общем, собственно говоря, тут есть вот эти вот проблемы и множество технических мелочей, о которых еще нужно говорить. И я так думаю, что сейчас, пока лето, об этом говорить будут мало. Это жалко. Потому что как раз все дискуссии у нас начнутся как раз к сентябрю. А вот тогда уже об этом будут говорить в полный рост и боюсь, что в свете, так скажем, грядущих выборов зачастую тут будет очень большая доля и популизма. Поэтому мы можем опять оказаться в ситуации, знаете, что, ах, боже мой, уже все, как говорится, все пропало, поезд уходит, успейте прыгнуть в последний вагон. А вот как вообще, действительно, мы все время говорим про Латвию, тут понятно, мы упрекаем политиков в популизме. А как в Европе вот избиратели относятся к таким зеленым идеям? Потому что одно дело, когда звучит все очень красиво, мы за все хорошее против всего плохого, давайте вот спасем землю, там Грета Тунберг, это действует на эмоции. А когда приходит вдруг момент расплачиваться за все эти идеи, говорят, но тогда будет вот у нас, будет дорожать электроэнергия. И тут уже избиратель хватается за голову и говорит, а как я буду платить по этим счетам? И вообще, дорогие мои, я больше не хочу, чтобы вы были у власти, а чтобы пускай вот кто-то, кто решит мою проблему и пообещает мне низкие цены на энергоносители. Ну, можно только вспомнить, что знаменитое движение желтых жилетов, которое так довольно-таки здорово трясло Францию, больше полугода. Так оно ж началось-то именно с объявления дополнительных налогов на дизельное топливо. И вот это важный момент, потому что это как раз коснулось именно французов, которые очень здорово стремились экономить. И французов, которые жили в провинции, занимались сельским хозяйством. Тут нужно смотреть за структурой использования топлива. Например, в США или в той же России как-то больше акцент на бензин. А в Европе традиционно очень высокий процент дизельного топлива. Кстати, и в Латвии тоже. И посмотрите даже сейчас на ценники. Разница между ценой литра бензина 95-го и дизельного топлива, ну, чуть ли я видел, по-моему, 9, ну, это, считайте, почти 10 центов. И, в принципе, опять-таки, машина с дизельным двигателем равна. Допустим, ну, как часто бывает, выпускается один и тот же автомобиль с дизельным двигателем и с бензином. Так вот, машина с дизельным двигателем, она берет на 100 километров меньше этого самого дизеля. То есть после подсчетов получается, что расход топлива меньше и платить меньше. Правда, налоги больше. Вот это важный момент. И, в принципе, дизельная машина себя окупает, когда большой пробег. Но мы в данном случае говорим именно о том, что вот история с Францией, она зацепила как раз людей, которым был важен дизельный двигатель, у которых машин, дизельный двигатель, сельхоз, техника, и ведь как они активно выступали. Так что, и надо сказать, что разница, видите, наверное, в том, что до какой степени дожмут избиратели. Вот в какой степени, как будут себя чувствовать избиратели. Потому что пока это не критично, то, естественно, здесь можно говорить о таких вещах, которые имеют долговременный интерес. Как, например, сохранение климата. Но когда ситуация, что наступает зима, и ты не знаешь, как ты все оплатишь, вот тогда уже возникает вопрос, горизонт планирования резко сокращается. И поэтому мы действительно сейчас уже нужно говорить о том, что к чему мы придем буквально через три месяца. Лето пролетит очень быстро. У нас, между тем, звонок. 6-7-212-93-9. Доброе утро. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. По-моему, это огромная ошибка, чтобы делать большую зеленую нагрузку на природу. Взять только щепу. Все деревья вырубят, и Европа превратится в пустыню Сахара. Ну, как бы считается, что деревья все вырубать не будут, что использовать болот как раз отходы лесного производства, потому что леса должно быть больше, наоборот, его нужно размножать, как говорится, сеять. Но, опять же, возникает следующий вопрос. Кто может использовать? Вот, допустим, представьте себе, есть у нас щепа. А кто ее будет использовать? Вот опять выигрыши, оказывается, самые обеспеченные наши сограждане, у которых есть свои дома, у которых есть мультитопливные котлы, и которые могут хоть газом топиться, которые могут топиться... Причем, заметьте, газ-то существует у нас в двух вариантах. По трубам к нам идет газ метан, CH4, а в баллонах у нас закачивают пропан-бутан. Это гораздо более длинные молекулы. Если газ метан идет с газовых месторождений, то пропан-бутан – это продукт перегонки нефти. Самая легкая его фракция. Еще гораздо легче, чем бензин. Но все равно из нефти. Нефтяной газ его еще называют. Петролиум-газ. Так вот, это... И даже вот если у вас сейчас плита работает на природном газе, вы не можете подключить, просто так взять и подключить газ из баллона. Форсунки не на это рассчитаны. Нам нужно менять форсунки. И то же самое с машинами. Вы же не можете сейчас заливать бензин, а потом заливать дизель. Моторы разные. Вот это важный момент, специализация. Так вот, получается, что человек, у которого есть возможность топить свой котел индивидуальный щепой, он будет, допустим, если она дешевле, он будет топить щепой. А если... А чем будут, условно, как будут обеспечивать отопление те котельные, которые построены и рассчитаны на газ? Да уж. Ну вот привезите вы газовой котельной кучу угля или кучу щепы. Ну и что эта котельная будет делать? Ничего не сможет делать. Между тем у нас еще... Это понятное было. Раньше у нас были котельные, которые работали на твердом топливе. Туда можно было кидать уголь, но если нет угля, теоретически, в общем, по необходимости, можно было и щепу, и дрова кидать, да? И даже старую мебель. Но сейчас другая ситуация, потому что газовый котел и газовый нагрев, он другой. Вот хотелось бы взять и услышать, сколько у нас котельных готово перейти на щепу. Вот сейчас мы и спросим, сейчас мы и спросим нашего слушателя. Сколько котельных готово перейти на щепу? Алло. Вы знаете, я думаю, что очень мало. Я просто никак не могу понять. Вот есть труба рядышком, есть газ, который легко можно добыть, купить. А почему от него отказываться? Ну, по политическим... Которая так же будет высывать... Ну, хорошо, если у кого-то политически... Ну, да. ...самят тепла от горячей воды. Я, например, не хочу из-за политики чем-то страдать своим собственным... Ну, здесь, видите, здесь вопрос еще в том, что этот газ может использоваться и как элемент шантажа. Сегодня вам дают этот газ, а завтра говорят, что этот газ будет подаваться только при условии, там, вот, как... Ну, этот ряд условий будет озвучен. Ну, то есть, ну, тут не все так просто. То есть, кажется, иногда бывает, ну, простите за такое слово с обывательской точки зрения. Мы, конечно, судим, просто хотим взять что-то подешевле. Но, вы знаете, тогда можно брать и контрабандные сигареты, то есть, ну, покупать, говорить, ну, как же, ну, вот, раз подают, то можно взять подешевле, можно не ходить в кинотеатр, можно скачивать пиратским образом фильмы. А в результате, ну, то есть, если мы переходим вот на вот такую логику, где взять только подешевле, это часто оборачивается, ну, вот, черным рынком, и невыплаты вам потом социальных каких-то гарантий, пособий. Ну, то есть, все в этом мире взаимосвязано. Довольно сложный вопрос, действительно. Ну, сложный-сложный. Вопрос другого рода о том, что если мы принимаем решение какое-то, мы должны понять технически, как мы его можем обеспечить. Вот это очень важный момент. Окей, допустим, решение принято, но мы тогда должны четко вставить задачу о том, что как будем осуществлять, как греться будем, да, чем будем греться, какие у нас есть возможности. Может быть, действительно, могут прийти специалисты и сказать, давайте заменим там форсунки, и вот мы топили вот таким газом, теперь будем топить другим газом, или что-то делать еще. Вот мне в свое время понравилась дискуссия. Она была узкоспециализированная, но только специалисты обсуждали, американские специалисты. Журнал был Oil and Gas Industries. И там обсуждали, как топить газом сланцевым. Ведь зачастую для публики понятие газ, сланцевый газ, ну, сланцевый газ какой-то. А сами американские инженеры обсуждали серьезный вопрос. Дело все в том, что у сланцевого газа очень нестабильная теплотворная способность. То есть, условно говоря, сжигая определенный объем сланцевого газа из разных месторождений, с разных поставок, у вас чайник то вскипит мгновенно, как говорится, чуть не расплавится, то у вас он вообще не вскипит. Разная, как говорится, теплоотдача. И там шел разговор о том, что необходимо стандартизировать, соусировать, как говорят, этот газ, чтобы, собственно говоря, он был нормальным. И там шел разговор о том, что необходимы особые мероприятия. Вот это очень важная тема. Она от нас, от простых обывателей, скрыта. Но на самом деле это серьезный вопрос. Что молодцы американцы, то, что они эту техническую тему в том числе передали и общественности, объясняя о том, что вот какие у нас есть технические сложности. Я считаю, что об этом тоже было бы очень бы хорошо, чтобы и у нас тоже говорили о том, какие у нас есть технические сложности с отоплением и с, скажем, заменой газа. И возможности какие-то тоже должны быть. Все же, так сказать, абсолютно безнадежно. Поэтому я думаю, что в принципе ведь, заметьте, наша система теплоснабжения базировалась раньше на торфе, на своем латвийском торфе. Как, кстати, надо сказать, в той же Финляндии, в Эстонии. И идея-то ведь, как раз ведь эта проблема началась после того, как в 2009 году Еврокомиссия признала торф невозобновляемым источником. То есть она как бы сделала его, отнесла к углю. И это нанесло очень большой ущерб. Тогда говорили именно по торфяной индустрии. И именно тогда, в 2009 году, мотивировали, что гораздо лучше это все заместить газом природным. Сейчас мы видим, с газом проблема. Может быть, есть смысл поднять этот вопрос и все-таки решить, что можно было бы топить и торфом при условии того, что на месте торфодобычи будет высаживаться новая растительность, которая как бы скомпенсирует торфяные выбросы углекислого газа. Вот, например, я такую вот идею как раз я смотрел в северных странах, тоже обсуждаю. То есть, мне кажется, что должны быть какие-то понятные общественности, так скажем, пути выхода из сложившейся ситуации. Но об этом нужно говорить. А вот, Константин, если говорить вот о таком ну вообще вот философском вопросе, насколько велики действительно вот эти запасы невозобновляемой энергии. То есть, вот мы, начиная с 50-х годов прошлого века, человечество начинает очень активно использовать нефть, ну вот уголь и до этого, но в гораздо больших вообще промышленных масштабах. И, в принципе, мы как будто бы ведем себя так, как будто бы это действительно неисчерпаемые какие-то запасы. То есть, а что говорят специалисты, вот ученые о том, насколько вот при таком вот бездумном бездумных тратах вот как быстро это может кончиться и чем это может нам грозить? Что вдруг раз и закончилась нефть. Вообще больше нет нефти на земле. Ну, несколько раз еще в 70-е годы были предсказания о том, что нефть вот-вот закончится. И нефть не заканчивается. Закончилась так называемая легкая нефть. Легкая в том смысле легкой добычи. Когда палку, как говорится, воткнула и она хлынула. Но надо сказать, что до сих пор есть месторождения, особенно на Ближнем Востоке, которые имеют очень хороший дебит, очень хороший напор. Еще лучше, но, да, нефти становится меньше. Например, вот в России открыто говорят о том, что еще, ну, 30-40 лет можно было бы так вот добывать. Но количество добываемой нефти будет уменьшаться. Другой вопрос с газом. Вот смотрите, газ, газовое месторождение Грёнинген в Голландии. Оно начало давать газ в середине 50-х годов. Оно сделало Голландию богатой, а потом создало эффект голландской болезни, когда в Голландии стало невыгодно делать ничего, кроме того, как торговать газом. И оно очень здорово нанесло ущерб развитию голландской промышленности. Ну, значит, сейчас, говорят так, газа стало мало уже, но его не добывают, прекращают добывать не потому, что не могут еще добывать, а потому, что там возникли побочные продукты, явления типа своих локальных микроземлетрясений, что на песчаных грунтах очень плохо. Голландцы берегут свои дамбы, для них это актуально. Но вместе с тем мы знаем, что газа, вот именно природного газа метана, который у нас идет в данный момент еще по трубам или сжижаем мы его, неважно, этого газа на планете огромное количество. То есть, поэтому-то и идея это была газификацией в том числе и транспорта, потому что этот ресурс, если использовать особенно газогидраты так называемые, это ресурс, который мог бы обеспечить нас энергией ближайшие несколько сот лет, как минимум. Но рано или поздно за все надо платить. То есть, условно говоря, сжигая нефть и сжигая газ, мы таким образом приводим это, превращаем это в углекислый газ, в оксиды азот и так далее. Но факт фактом, что мы это делаем гораздо быстрее, чем природа генерирует. Вот в чем момент. А нефть и газ нам нужны даже не столько как топливо, сколько как химия. Вот отказаться от топлива мы можем. Вот в принципе, теоретически, мы можем, условно говоря, на атомных станциях, солнечных, ветровых, гидроэлектростанциях получать электричество для нашего транспорта. Можем. А вот, например, откуда нам взять сырье для того, чтобы даже делать таблетки от головной боли? Вот сразу возникает вопрос. Мы забываем, что вообще весь наш мир вокруг сейчас создан на основе углеводородов, органической химии. И эта органическая химия проистекает и нуждается в угле, в нефти и в природном газе. Поэтому, когда нет газа, то это не означает, что мы не можем электричество получить и не можем обогреться. Мы не можем, условно говоря, запустить наши химические заводы, которые нам дадут удобрения, пластмассу, всевозможные полезные химические вещества, которые мы используем. Да, он даже крем тоже делается из чего. Поэтому вот тут есть принципиальный момент. Менделеев, вот вы упомянули, Олег, в самом начале, Менделеев был прав топить нефтью, это все равно, что топить ассигнациями. Он видел ситуацию, дело не в том, что жалко было нефти просто так, или это экологически, он об этом тогда еще явно не думал, но он был большой промышленник, Дмитрий Иванович Менделеев, и он прекрасно понимал, что продукты производства нефти стоят многократно больше, чем керосин, который можно сжечь в лампе или в каком-то керогазе. Ну что же, спасибо огромное, это был Климат-контроль, Константин Рангс, до следующей пятницы, хорошего дня, до свидания. Радио Болткома